Наша передача Наша передача состоит из двух частей и посвящена двум событиям. Одно из них знаменательно для Эвенков. В Национальной библиотеке была проведена презентация этнографической монографии Эвенки, автором которой является выдающийся советский тунгусовет, этнограф, доктор исторических наук Глафира Макарьевна Василевич. 24 лет, который прошел. Целью двухтомного издания является публикация многолетнего фундаментального труда в полном объеме из двух книг. Как это задумывалось самим автором. Издание подготовлено по сохранившейся рупрописи 1961 года Глафиры Василевич, переданной фонд Национальной библиотеки Республики Сахая-Якутия вместе с ее личной библиотекой. В историческом зале собрались гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Научные работники и общественные деятели. Студенты, для которых монография Эвенки будет полезной в их деятельности. Что вы думаете вообще об издании книги Василевича Республики? Что она дает? Очень хороший вопрос, потому что кто-то мне задавал, так вот недавно мне задавали, ведь книги труды Василевича уже изданы. Не является ли это повтором? А я на этот вопрос всегда отвечаю вот что. Дело в том, что, во-первых, Национальная библиотека является счастливым обладателем архива Глафира Макарьевна Василевича. И там есть полные рукописи ее работ. Второе. Изданные до этого произведения, вот, например, то же самое классическое произведение Эвенки Глафира Макарьевна Василевича, это лишь только первая часть той работы, которую она готовила. А вот в архиве самой Глафиры Макарьевна Василевича есть полная рукопись, которая фактически даже вот эти два тома, которые сегодня мы презентуем, это даже тоже не вся полная часть. Ведь сейчас еще готовится третий том, и он будет еще гораздо более объемнее, и он очень будет богат на иллюстрации. И дело в том, что вот это вот наследие научное Глафира Макарьевна Василевича еще не полностью доведено до людей, в первую очередь до самого венкийского народа. Оно требует очень вдумчивого исследования и именно распространения. И поэтому вот издание именно вот этого двухтомника – это первый шаг к тому, чтобы вот это наследие Глафиры Макарьевны Василевича дошло до наших людей. И еще очень актуальный момент тот, что традиционная культура на сегодняшний момент испытывает очень серьезные потери, очень многое уже утеряно. А Глафира Макарьевна работала в то время, когда эта культура была живой. И она была живым свидетелем, и она очень много зафиксировала из этой культуры. И поэтому вот эта книга, она станет настольной для очень многих, в том числе наших деятелей возрождения евангельской культуры. Они будут использоваться в том числе для того, чтобы вот эти вот практики и так далее, они вновь воссоздавались, возрождались на местах. И это очень важно, наверное, и в этом, наверное, главное значение издания и выпуска этих наследия Глафира Макарина Василевича. Я бы сказала, что это уникальное событие. И потому что книга Василевич в Энке – это вообще учебник жизни для тунгусов. Потому что так подробно и так все то, что она с 1926 года была практически во всех группах, наших эвенков от Запада до Востока, то она вот как раз показала жизнь своими ногами, будем говорить, да. Это сегодня очень редкие ученые могут доходить до источника первоначально. Поэтому мы учимся и жить, и восстанавливать свой образ жизни на ее книгах. Поэтому это очень хорошее мероприятие, очень важное, особенно для молодежи. Исследование Глафира Макарина Василевича, ее научное исследование, конечно же, для эвенковедов занимает огромную, значительную роль. Как для этнографов, как для языковедов, а нам, как для социолингвистов, да, позволяет выстроить в диахронном аспекте, так скажем, языковые процессы. Вот в этом отношении мы, как социолингвисты, исследующие языковые изменения, языковые процессы, основываясь на ее трудах в том числе, да, мы, так скажем, имеем такие ценные сведения, что происходило с языком, как оно утрачилось, как оно развивалось, да. Вот в этом отношении мы, конечно же, обязательно основываемся на ее трудах. Поэтому думается, что вот новое издание придаст новое дыхание, новое видение. И в этом отношении, конечно, очень надеемся, что на результатах ее трудов, да, мы, молодое поколение, которое занимается проблемами коренных малочисленных народов севера, в том числе и эвенков, будем делать новые научные открытия. Я выступил с докладом на тему номенклатура родового состава и мест расселения тунгусов в ведомства семи кангаланских родов. Данной темой я интересовался уже давно. И так как мы в институте сейчас реализуем проект, который посвящен родовому составу и татемическим представлениям, вот в связи с этим данную тему выработал. У меня самого корня из бывшего атомайского наслега Горного Улуса, да, вот. И от дедушки я часто слышал, что в Горном Улусе, как бы, оленеводство было тоже очень развито. Как бы были очень активные торговые пути, в том числе и с тунгусами Горного Улуса, Вилюйского округа, да. Вот поэтому меня всегда тема интересовала. Необходимо подчеркнуть большую роль Глафиры Макарьевны Васильевич. Действительно, это очень большой исследователь, который внес существенный вклад в изучение к истории, культуры, быта, языка эвенков. И в связи с этим, опираясь в труды Глафиры Макарьевны Васильевич, потом наших региональных ученых и в то же время привлекшие большой корпус документов Национального архива, нам удалось восстановить места кочевий всех семи, точнее, восьми кангласских родов. Почему семи? Потому что один род, второй шалагонский, он был полностью переведен на оседлый образ жизни. Это шалагонский наследок Горного Улуса. Поэтому какие-то определенные периоды времени их называли семь кангласских тунгусских родов. Те, кто вели бродячий образ жизни. Да, первый бельдетский, второй, третий бельдетский, первый, второй шалагонский, буйягирский, никогирский роды. Мы сумели восстановить, где они кочевали и места, которые... Тема была действительно очень интересная. Было изучено очень большое количество материалов. Были проведены выезды из села Эрт Горного Улуса. Ну и, соответственно, с хатыстырскими тоже удалось переговорить. Очень интересная конференция сегодня и презентация книги очень насыщенная. Мы сегодня можем сказать, что наконец-то, наверное, завещание Лафиры Макаревны мы заполнили. Этнографическая монография «Эвенки», посвященная исследованию традиционной культуры эвенкийского народа и изданная Национальной библиотекой Якутии, заняла третье место во всероссийском конкурсе «Авторский знак» в номинации «Публикации краеведческих документов». Долгожданная книга станет богатейшим источником информации для исследователей, изучающих все сферы жизни эвенков. А вторая часть нашей передачи посвящена юным мастерам. Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Семех» провел для них второй республиканский фестиваль детского и молодежного творчества по народным художественным промыслам. Фестиваль «Юные мастера» впервые был проведен в 2018 году. Тогда приняли участие, это был первый фестиваль, поэтому участников было не так много, и на тот момент приехали в основном преподаватели, руководители, детей было не так много. И поэтому в этом году уже юные мастера стали как республиканский фестиваль детского и молодежного творчества по народным художественным промыслам. И в этом году фестиваль посвящен году детства, потому что, как вы все знаете, Айсен Сергеевич Николаев, наш глава, Илдархан, он посвятил этот год году детства в республике Саха-Якутия. И также в этом году исполнилось бы 75 лет выдающемуся художнику, Косторезу, учителю-учителе и создателю традиции, именно тоже продолжатель традиций по Косторезному искусству. Это Мамонтов Константин Меркурьевич, и вот эта выставка посвящена ему. Мы тесно работали в подготовке фестиваля с его супругой Людмилой Николаевной Мамонтовой, и она любезно предоставила работы Константина Меркурьевича. И она является главным председателем жюри и тоже предоставляет специальный приз именно от своей семьи. Фестиваль проводится по девяти видам народных художественных промыслов. Это национальное шитье, кузнечное дело, резьба по кости, резьба по дереву, ювелирное дело, изделия из бересты, кукольное дело, авторские куклы, плетение из конского волоса, керамика. Цель фестиваля – это приобщить детей именно к народным художественным промыслам, чтобы дети развивались, чтобы они знали традиции, именно традиционные промыслы наших народов, народа Сахана. Именно с этой целью старшие наши носители культуры, это преподаватели, мастера, они детям передают, и чтобы не прерывалась вот эта связь, проводится наш фестиваль. Ну и, конечно же, мы выявляем новые таланты. Фестиваль, он уникален тем, что каждый участник, дети, они приходят и смотрят, как же другие дети творят, и они сравнивают, начинают сравнивать. Вот, например, ага, у этого вот так вот уровень такой, значит, мне надо еще дорасти, еще лучше работать. То есть только участвуя на таких фестивалях, можно развиваться. На этом фестивале собралось более ста участников из города Якутска и 12 улусов. Я сама Эвенка, мы с Кормиловой Надеждой Егоровной, это мой куратор, также это руководитель. Мы решили сделать эвенскую сумку, менкере. Это переносная сумка, сюда можно ложить так вещи, так и продукты питания. Она тем же защищена оленьей шкурой. Работа с берестой очень кропотливая. С ней надо работать очень бережно, аккуратно, так как вещество имеет свойство ломаться. И мы ее обрабатываем, мы ее окрашиваем, придаем ей форму определенную. Так как эвенские сумки имели форму овальную, мы сделали ее овальную, чтобы было удобно таскать ее. Ну, я смотрю, она же у вас украшена. Каждый узор имеет значение. Мы не берем, не выбираем ее выборочно. Захотел просто наляпал, нет. Мы, естественно, определенные, выбираем шов. Выбираем, естественно, какой узор будем. Вот эта моя сумка, она вот так, если ее посмотреть, например, да, посмотреть, просто же, да, рисунок обычный, да, обычный орнамент. Нет, вот, например, вот этот узор, я его шила, это уроса. Это дома, дома, получается, именно вот такой шов, он стебличатый, да, получается, наискосок идет, это, получается, ветром дует, значит, ну, как бы, потому что мы же связаны с Аней, мы дети природы, и все связано с природой, да. Раньше же не выбирали, просто так брали, мы все выбирали из природы. Итикич, это по-эвенски люди, водящие хоровод, раньше они не могли лички именно натуральные сделать, да, а им какой-то силуэт. Из этого вот это лицо, они идут хоровод, а вот эти из бусинок, составляющие именно бело-черное, это значит следы, люди, идущие хоровод, оставляющие следы. Также вот орнамент треугольный, это благополучие. Это все, естественно, связано с севенской культурой. Скажите, а вы давно занимаетесь вот этим? Самой берестой, я вот когда поступила в колледж, да, меня вот заинтересовало именно, почему береста, да, почему именно береста. Я вообще даже не знала, что, оказывается, такие изделия есть. Я увидела, что, оказывается, из бересты вот можно сделать какую-то утварь, да. Вот хорошо, что есть вот такие вот мероприятия, да, вот культурные, обогащенные, что мы можем передавать вот в поколение в поколение, да. Хорошо было бы еще это все тоже напоминать в малые улусы. Потому что вот, например, мы, вот Верхнеклымский район, да, вот я сама, сама эвенка, да, сама, получается, сутаи, да. Вот даже, вот видите, элементарно, вот сама только-только познаю это, да. И для меня было это, ну, не как бы дико сказать, да, для меня было это заинтересовано заняться именно берестой, да. Что из нее можно сделать, не только утвари, из него можно панно сделать, обереги сделать, вещи шить даже, да. Да, я вот однажды даже хотела придумать венский вот такой фартук из бересты, именно, да, чтобы здесь береста была, так как береста же сама, она и очищает, и целебная. Если его таскать на себе, то она же будет нас, получается, исцелять. На эту выставку привезли работы своих воспитанников, которые учатся в художественном отделении Амгинской детской школы искусств имени Александра Анатольевича Черевных. И вот мы впервые участвуем на этом втором фестивале «Юные мастера». Для нас это впервые, мы очень много узнали, бесценного опыта, как говорится, переняли. И мои дети, вот, были в мастер-классе, они очень за короткое время сделали обереги из рога, из гуся. И вот после вечера мы этот жюри посмотрело нашу работу, да, и дети сами рассказывали, как и что делали. Ну, тут мы давно занимаемся вот керамикой, уже 2012 года начали, и вот они обжигаются, вот после, они, ну, высушиваются, потом обжигаются на 2000 градусов. Это практически керамика, на которой можно даже есть и так далее, там, сделать посуду вот типа этого. Вот они с упоением занимаются, вот дети, больше им нравится вот этой лепкой в глине, чем рисовать или что-то там другое делать, создавать, да. Потому что вот мелкая моторика, вот пространственное мышление, вот при этом у них и детей развивается. Вот, и вот есть у нас, когда вот они делают, я стараюсь им дать северные мотивы, например, вот в этой косуле, вот медведь, да, даже вот в самих одеждах, вот, потому что я сам по крови, как говорится, представитель малых народностей. Ну, и все, будем над этим работать, чтобы дети, как говорится, что-то еще больше сделали, более масштабные, более крупные и более компенсионные, вот, делали вот эти поделки. А сейчас мы познакомимся с некоторыми из юных мастеров. Меня зовут Максима Ниргуяна, я родилась и выросла в Миконском улусе, в село Артабалаган, но сейчас я учусь в Сахагимназии, город Якутск. Я начала заниматься куклами в 6 лет, меня научила мама, это техника мокрое валяние. Эти персонажи из Олан-Хо, моя младшая сестра читает Олан-Хо, и поэтому Олан-Хо мы сделали вот таких персонажей. У нас в семье шестеро детей, и когда мама просит помочь, мы все ей помогаем подготавливать конские волосы, изготавливать сети. С детства я люблю заниматься рукоделием, шитьем, валянием. Это тяжело заниматься валянием? Расскажи про это немножко. Это не тяжело, я думаю, ну, это занимает много времени, но это не тяжело. Мне очень нравится этим заниматься, поэтому я любое свободное время посвящаю этому. А вот из Олан-Хо, это Айхид Хатун. Вот мы, вот это лицо мы заказали у одной женщины, ее звали Эльза. А вот эти лица мы сделали из кожи. Это Хапталчин Батур, а вот это, например, вот это Абага. Тебе нравится этим заниматься, да? Значит, это ты валяешь. А вот кроме этого, у тебя же есть еще какие-то работы? Да, по национальности я Эвен Кика, мой отец родом из Лёгманского луса, село Тяне. И я занимаюсь еще бессороплетением. Вот, я летом ходила на мастер-класс народного мастера Ольги Олеговны, и я узнала очень много техник, много секретов. И сейчас я занимаюсь бессороплетением, делаю вот такие Илинка-Бегэр, еще Харасхал делаю. Это тоже из Олан-Хо, это лошадь Батура, а вот это Байанай и Чи. Это все из конского волоса у тебя? Да, из конского волоса. Это у нас мы вот сети. Ага, а где вы берете его конское волосы? Его же, наверное, много надо для таких картин-то? Да, я же из рода Майконского, село Артабалаган. Там у нас много знакомых, которые разводят лошадей, и мы оттуда берем. Ты на таком фестивале впервые участвуешь или уже участвовала? Да, впервые. Мне очень понравилось. Я очень много узнала, очень много увидела. Я еще посетила много мастер-классов. Я очень многому научилась. Еще я научилась на днях хому валянию, там иголкой нужно вот так вот делать. Это мне очень понравилось. Я хочу посещать часто такие фестивали. Меня зовут Артабалаган. Ага. Фестиваль, выставка, 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 выставка. Выставка, выставка. Выставка, выставка, выставка. Выставка, выставка. Выставка, выставка. Выставка, выставка. Выставка, выставка, выставка. Выставка, выставка. Выставка, выставка. Выставка, выставка. Выставка, выставка. Выставка, выставка. 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 Выставка, выставка. Выставка. Выставка.